Привет-привет! Октябрьское утро, и мы отправляемся в путешествие. Сегодня очень красивый туман. И не надо мне говорить, туманный альбион, у вас туман всегда, это глупости. Туманы и у вас бывают, и это только нормально. А мы едем в одно хозяйство. На английском ее называют фермой. Так буду называть ее и я. Хозяина этой фермы знают очень и очень многие. Он довольно популярный человек. Я думаю, что мальчики его знают точно. И эту ферму, я тоже думаю, вы видели или в просторах интернета, или по телевизору. Мой муж уже довольно давно хотел посетить это место, но все у нас как-то не получалось. То не по дороге, а когда по дороге, то закрыто. А сегодня мы целенаправленно первым делом сюда, а потом уже дальше туда, куда планировали. И, конечно же, во все места, куда мы собираемся, возьмем с собой и вас. Все, мы уже здесь. На поле устроена парковка, туман еще не рассеялся. Если честно, я удивлена, что столько много машин, и они еще подъезжают и подъезжают. Это ферма Diddly Squad. На сленге оно имеет три значения. Наименьшее количество, что угодно или ничего. А эта ферма принадлежит Джерми Кларксону. Да-да, тому самому Кларксону из Top Gear. И он ее так переименовал для того, чтобы указать на ее низкую продуктивность. В принципе, смотреть-то тут особенно не на что. Здесь маленький магазинчик и кафе. Но вы сами видите, какая очередь стоит, чтобы попасть в этот маленький магазинчик. И везде, конечно, немного юмора. Например, молоко – это сок коровы, мед – это сок пчелы, да и само название фермы – иронично юмористическое. Хотя цены в этом магазинчике абсолютно не смешные, даже для Англии. Ну что поделаешь, за имя надо платить. Вы посмотрите на ассортимент этого магазинчика, а я немного больше расскажу о ферме. Ферма ранее была частью поместья Сарзен в Оксфордшир. Джереми Кларксон купил около 1000 акров, это чуть более 4 квадратных километров, в 2008 году. Включая ферму Cradle Hill. Поля здесь были в основном пахотными. Все в обороте росли ячмень, рапс и пшеница. Их выращивал на контрактной основе местный житель деревни по имени Ховард. Но он ушел на пенсию в 2019 году. Затем Кларксон решил попробовать обрабатывать землю сам. Этим местом Кларксон владеет вместе с Лисой Хоган. Она актриса и любимая женщина Кларксона. Она помогает на ферме и особенно в магазине. А в этот магазин не обязательно приезжать. Можно это все купить и в интернете. А доставка по Великобритании и по всему миру. Этот магазин, основанный в 2020 году, был детищем Кларксона. После того, как он понял, что картофель действительно растет на его ферме. И он случайно вырастил 40 тонн картофеля. Потом они вместе с Лисой купили улья и начали производить и продавать пчелиный сок, а также яблочный и коровий сок из местной молочной фермы. Местные жители в этот магазин также предоставляют свежие тортики, булочки, сосиски и яйца. А также здесь продаются тряпочные сумки, прочные кухонные полотенца, фартуки, футболки, кепки, некоторая кухонная утварь и даже печеньки для собак. И все это с логотипом фермы. Свою пшеницу Джереми продал компанией Sourdough Revolution. И хлеб их производства также продается свежим здесь каждый день. Также здесь представлены и овощи из собственного сада. Это хоть и маленький, но настоящий фермерский магазин. А теперь я хочу обратить внимание на то, как здесь продается молоко. Вы можете брать с собой свою тару. Одного или двух литров. Тару можно купить и здесь. Пластмассовую или стеклянную. Какую вы больше хотите. Потом бутылка вставляется сюда. Она обрабатывается. Я так поняла, что паром. Так что вы можете быть спокойны, что ваше молоко будет в абсолютно чистой посуде. После чего нажатием кнопочки вы выбираете 1 литр или 2. Потом оплачиваете все это картой и молоко наполняется. Кстати, молоко было вкусное и очень даже жирное. И еще один факт. Качество воды из родника в саду настолько хорошее, что компания Nestle изначально хотела купить всю деревенскую систему водоснабжения ручьев. А теперь пойдемте в кафе. Оно устроено просто в сарае. Как видите, все здесь выглядит проще простого. Как он сам рекламирует. Здесь невероятная еда и самые лучшие гамбургеры в мире. Этого я не знаю. Гамбургеры мы не ели. Также здесь есть бар с разливным пивом, сидром и вином. И, конечно же, безалкогольные напитки. А также кофе и чай. Ах да, здесь есть еще столики с эксклюзивным видом на поле. Сейчас не пугайтесь. Эта штучка запищала тогда, когда наш заказ был готов, и мы могли его забрать. Это не алкоголь. Это просто органическая кола. Перед уходом меня заинтересовала эта овечка. Она сделана из подков. Что Джереми Кларксон здесь делает и как у него дела, вы можете увидеть в программе, которая так и называется «Кларксонс Фарм». Это британский телевизионный документальный сериал о Джереми Кларксоне и его ферме. Впервые он был показан на Amazon Prime Video 11 июня 2021 года. А в июле этого же года сериал был продлен на второй сезон. А на этом и я заканчиваю свой маленький обзор этого маленького, но довольно известного местечка. Всем пока-пока, хорошего дня и увидимся скоро. Мы поехали дальше. А куда, это вы увидите в следующий раз. Так что далеко не уходите и присоединяйтесь к нам, если вам, конечно, это интересно. А это все то, что мы купили на ферме. Теперь точно все. Пока-пока.